Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Наш эфир продолжает радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Хотелось бы поздравить вас с сегодняшним праздником, президентским днём, но мы имеем здесь председателя, президента мы имеем. Вроде как условного, мы об этом говорим, но это наше право говорить всё, что мы хотим вам донести. Но надеемся, что будет ещё на нашей улице праздник и будет у нас полноценный президент. А пока в фокусе у нас немножко другая страна. И я хотел бы вам предложить, если у вас будет, конечно, время, желание, послушать сегодняшнюю запись, которую мы сделали в ТВ-клубе «Континент», известную вам. Там мы говорим с Гарри Юрием Табахом, которого вы тоже хорошо знаете. Это человек военный и это человек, который тоже выступает в различных эфирах. И, в общем-то, чья точка зрения интересна, он, собственно, находится в Киеве и с места событий. Но на народной волне я тоже рад приветствовать собеседника, который, в общем-то, тоже находится в Киеве. Это собеседник с той страны, где сейчас происходят самые такие, я бы сказал, главные события в сегодняшнем мире. Это Константин Потосский, политолог, директор Агентства развития при Азове. Константин, добрый вечер. Вечер сложно назвать добрым. Здравствуйте. Ну, будем считать, что добрый он тем, что мы с вами говорим и видимся. Пока ещё можем говорить. Ну, не будем впадать в пессимизм с первых, как говорится, наших строк разговорных. Но дело в том, что вчера, договариваясь об этой встрече, мы даже ещё и не предполагали, что мы начнём её с той темы. Я заранее скажу слушателям, мы хотели немножко рассказать о минских, а так называемых минских соглашениях. Что это такое, с чем это едят. Но сейчас, получается, мы, в общем-то, давайте начнём с последнего события. Я думаю, что вам есть что сказать о нём. Да, действительно, случилось событие, которое, знаете, как в известном анекдоте, что лучше ужасный конец или ужас без конца. У нас был ужас без конца, и вот мы подошли к точке ужасного конца. Когда Россия фактически признала независимость украинских оккупированных территорий, так называемых ЛНР и ДНР, что очень важно, эти территории были признаны в границах областей Украины. То есть не в тех границах, которые существуют по сегодняшний день. Сегодняшний день в Донецкой и Луганской области Украины разделены на две части. Одна контролируется Россией, другая контролируется Украиной. Вот Путин сказал, что он признаёт, Россия признаёт территорию полностью Донецкой и Луганской областей, включая территорию Украины. И вот это очень важно, потому что фактически непризнанные вот эти вот государства, незаконные с точки зрения Украины, считают, что в них должны входить такие крупные украинские города, как Мариуполь с населением в полмиллиона человек, Краматорск, Славинск в Донецкой области и также города Северодонецк и Лисичанск в Луганской области. Это закреплено в их так называемых документах. Поэтому мы ожидаем, что в ближайшее время армии вот этих вот так званых образований пойдут, собственно, атакой на территории, контролируемой Украиной. И таким образом Владимир Путин начнёт очередной виток войны России против Украины, которую он начал в 2014 году с оккупации Крыма. Константин, да, сюжет достаточно понятный. Именно вот как вы говорите, если бы разговор шёл о статус-кво нынче, который вроде как существовал, это понятно, но раз речь идёт обо всей территории Донбасса, ну, то есть полностью, значит, получается, что остальное надо вернуть. Украина ещё должна и вернуть это. Значит, но по-прежнему Россия вроде как ни при чём, да, она не воюет, понятно дело, она никак в этом не участвует, только вот заявляет вот таким образом свои претензии. Но дело в том, что если, получается, Украина будет отстаивать те территории, которые находятся под контролем, чем это может грозить тогда вообще всей Украине? Как ваше мнение? Какой на этот счёт? Вы знаете, нас ситуация научила всегда готовиться к худшему. Что мы знаем вот о мировоззрении Владимира Путина, его отношении к Украине? Он неоднократно говорил, что считает наше украинское государство искусственным и провалившимся. Failed state. Он неоднократно об этом говорил. И благодаря этому он, собственно, нам отказывал в праве нас существования. Ещё при встрече с президентом Бушем он говорил, что вот Украину придумал Ленин, что это искусственное государство. Поэтому его аппетит распространяется на всю территорию Украины. Возможно, кроме западной части, которую российская элита считает чужеродным элементом, вот западную Украину. Ну вот всё, что вот до реки Сбруч, это вот река, по которой проходила в своё время граница между империями российской и австро-венгерской, вот всё, что вот до Бруча, Путин считает своим. Поэтому его аппетит, безусловно, распространяется, если не на всю Украину, то хотя бы на южную часть Украины, чтобы полностью отрезать Украину от выхода к морю. Перед Путиным после аннексии Крыма, этого преступления и воровства, возникла одна проблема, которая заключается в том, что Россия не может обеспечить Крым питьевой водой. Крым не может существовать без питьевой воды, которую он раньше получал из Днепра по Северокрымскому каналу. Украина перекрыла этот канал, и Крым оказался под угрозой выживания, потому что там уже невозможно сельское хозяйство, и воды там, природных и природных источников, которые в Крыму есть, хватает еле-еле для того, чтобы обеспечить бытовые потребности населения. И, конечно, стратегический интерес Путина, вот его первая цель, это дойти до Одессы, отрезать полностью Украину от выхода к Азовскому и Черному морю, обеспечить, разблокировать поставку воды в Крым, разобрав вот эту дамку, которую Украина соорудила в Северно-Крымском канале. Это задача минимум. Задача максимум завоевать всю Украину, вот насколько ему позволит это сделать ситуация. А ситуация каким-то образом, вы считаете, все-таки зависит от так называемого коллективного Запада, потому что мы наблюдаем реакцию нашего, ну ладно, для вас это может президент Америки, господина Байдена и других лидеров западного мира, я имею в виду, прежде всего, конечно, Германию, Францию. Потому что каким-то образом вы видите, что их вмешательства могут хотя бы предотвратить большую войну? Война и так идет, но я имею в виду другое, большую войну, европейскую войну. Вы знаете, мы посмотрим это по реакции, собственно, на сегодняшнее решение Путина. Потому что если это то, что Путин сделал сейчас, это вот с точки зрения Запада интересно уже считается вторжением или еще не считается? Они говорили, что вот, ну будет вторжение, вот тогда последуют очень жесткие санкции. Вот эту ситуацию мне очень интересно, они сами воспримут как вторжение или нет? Если они ее не воспримут как вторжение, это развяжет Путину руки для дальнейших действий. Станет понятно, что он может безнаказанно творить все, что угодно. Мы видели заявление на данный момент канцлера Германии Шольца о том, что он предупредил Путина, чтобы тот не признавал ЛНР и ДНР. Мы вообще наблюдаем удивительное презрение, которое Путин показывает в адрес как президента Франции, Эммануила Макрона, так и канцлера Германии Олафа Шольца. Напомню, что господин Макрон недавно вроде бы договорился с Путиным провести большой саммит, в котором также согласился принять участие президент США. Но теперь господин Макрон может провести саммит сам с собой. Очевидно, что никто не будет ездить после этого и говорить с Путиным. Но интересен масштаб ответных реакций. От силы вот именно сейчас ответной западной реакции будет зависеть наша безопасность. У украинцев нет иллюзий. Мы были последними романтиками Европы, когда выходили в 2014 году умирать в столице Киева за право жить по-европейски, за право иметь демократически избранную власть, которая будет под отчет на обществу, не будет брать взятки и будет работать на людей. И, честно говоря, несмотря на катастрофические потери, за эти годы мы сделали колоссальный прогресс в сторону европейской интеграции. Украина — это состоявшееся государство на постсоветском пространстве. Когда нас обвиняют, что мы не демократия, то это очень странно, потому что за 30 лет мы имели 6 президентов и 9 составов парламента. Когда нам говорят, что у нас нет свободы слова, это звучит абсолютно дико. В стране, где 150 зарегистрированных телеканалов, 450 зарегистрированных политических партий и децентрализованная система управления государством, где власти в регионах имеют практически такие же полномочия, как субъекты федерации в федеративных странах Запада. Мы сделали абсолютно колоссальный прогресс. Но, естественно, эта война является нашей главной проблемой. Она высасывает соки абсолютно из Украины и не дает нам встать на ноги. И войну эта снова происходит при достаточно странной политике со стороны Запада, потому что Европа, как мы знаем, одной рукой дает Украине. Германский канцлер подчеркивал, что за 8 лет нам Европа дала Германия 2 миллиарда евро. Это смешная сумма в масштабах нашей страны. Но это делала его правая рука, а левая рука его подписывала договор с Путиным о строительстве газопровода в обход Украины, введение в эксплуатацию которого не только лишит Украину дохода, это несущественно. Без этих денег можно прожить. Это был наш фактор безопасности дополнительный. У нас была уверенность, что русские не будут нас бомбить, поскольку и газ идет по нашей территории. Сейчас этой уверенности уже нет, конечно. Во-первых, потому что русские развязали только что себе руки. Во-вторых, они построили вторую ветку газопровода. Да и сейчас Европу поставят на растяжку. Вот вы или вообще будете без газа мерзнуть, или будете жить по нашим правилам. Поэтому у нас с каждым днем тают иллюзии в отношении европейских дипломатов. Мы с каждым днем изучаем историю недавних лет и понимаем, что, собственно, Европейский Союз — это в первую очередь блок экономический, а не политический. Он умеет хорошо делать бизнес, делать совместные проекты. А вот эти ценности, собственно, основополагающие принципы, values — это немножечко не про них. Оно, конечно, на словах «да», но на деле всегда побеждают деньги. И поэтому мы расстаемся с иллюзиями. Это, конечно, достаточно тяжелый процесс. Это ни в коем случае не обида на европейские народы. Это колоссальное разочарование в медлительности, неповоротливости, несовременности европейской бюрократии, которая не может, собственно, решить, она с умными или с красивыми, с коррумпированными или с ценностными, с настоящими или с фальшивыми, с современными или с старомодными. И вот пока они медлят с этим решением, вот эта медлительность стоила лично нам 14 тысяч жизней. Это вот оценка, сколько мы потеряли людей за годы войны, самая скромная. На самом деле гораздо больше. Но мы точно знаем, что из этого 14 тысяч, более 4 тысяч были наши военнослужащие. По сути, лучшие люди страны, которые отдали жизнь за то, что мы сейчас сидим в Киеве, пока еще есть свет, газ, интернет, и можем общаться. Да, ну, о политике, допустим, той же Германии можно, конечно, говорить с известной долей не просто скептицизма, но понятно, когда непосредственно люди типа Шрёдера сидят в директоратах «Газпромовских» и прочих, и понятно, что Германия с этого газопровода имеет собственный дешевт, а не только сам газ, как сам по себе, а большой бизнес, то им совершенно наплевать на чайния и какие-то, в общем-то, запросы Украины. Это-то понятно. Но, с другой стороны, ведь угроза, в общем-то, дальнейшего движения России, потому что Украина, допустим, они ее видят вообще как некий придаток, буфер свой, а есть еще Прибалтика, а есть мало ли что, и Польша, наконец. Почему бы не пойти, если аппетиты будут разрастаться, и самое главное, если тот же Китай будет благословно кивать и в это время там что-то делать в районе Тайваня, пользуясь тем, каким является сейчас, ну, опять же, назову это коллективный Запад, хотя это довольно смешная формулировка, это понятно. Так вот, я хотел бы о другом, на самом деле, еще спросить, а как украинское общество, вот первая реакция, ну, я понимаю, общество, оно тоже не одномерно, кто как воспринимает, но все же настроение людей, какие, Константин, готовы ли они вот все-таки отстоять независимость и действительно и жить положить на то, чтобы не вернуться вот в это стойло? Знаете, в этом состоит парадокс, что декларируя борьбу за единство славянских народов, которую вот проповедует Путин, Путин делает, сделал абсолютно все, чтобы украинцы возненавидели русских на поколение вперед. Это не вопрос того, что вот эта проблема изменится в ближайшие десятилетия. Бомба заложена на поколение вперед. Украинцы вообще уникальная нация, потому что мы, передавая память внутри семей, вот от поколения к поколению, мы, собственно, и несем свою историю. Украинцы таким образом сохранили память о сталинском голоде и пронесли его сквозь поколения. Украинцы пронесли память о бабином Яру, несмотря на все противодействие. И плохая новость для Путина состоит в том, что несмотря на все многомиллиардные бюджеты его пропагандистской машины, до того времени, пока в мире есть 30 миллионов, как минимум, людей, у которых своя версия истории, которые точно знают, что случилось сегодня, что случилось в 2014 году, вот до этого времени наша версия истории будет существовать параллельно русской и выживет, потому что наше настоящее русское нет. 67% украинцев на сегодняшний день, за данными Киевского международного института социологии, готовы встать на защиту страны. Из них 50% готовы это делать с оружием в руках. Порядка 80% людей готовы помогать, участвовать в добровольческих инициативах, стать добровольцами и помогать армии, волонтерить. Волонтеры сделали невероятные вещи в 2014 году. У нас даже была шутка, что если армия скажет, что нам нужна атомная бомба, волонтеры ее быстро достанут. В 2014 году волонтеры армию обували, оснащали, кормили. И сегодня украинцы жертвуют деньги на свою армию. Армия является институтом, которому существует массовое доверие, больше, чем к церкви. И именно поэтому это залог того, что мы будем воевать. Мы эту ситуацию не примем. Тут никто завтра не будет ходить по Киеву и встречать Путина с распростертыми объятиями, кроме его агентуры. Его агентурой является русская православная церковь. Вот эти вот, собственно, трансвеститы с бородой завтра будут ходить по Киеву со своими потешными хорупиями и требовать мира любой ценой вместе с сумасшедшими бабками. Вот это вот путинская агентура на сегодняшний день. Я сам из Донецка я хорошо помню, как церковь, какую активную роль русская православная церковь играла в разжигании войны в 2014 году. Как священники прятали русских солдат, прятали у себя оружие и благословляли на войну так званых ополчленцев. Это все было. И это все будет сейчас. Но на самом деле Путин, как никто другой, внес свой решающий вклад в консолидацию украинской политической нации, которая сегодня абсолютно в своем большинстве едина. И абсолютно в своем большинстве встанет на защиту своей страны. А как вы оцениваете поступок оппозиционных депутатов, которые сочли возможным вот в такой момент покинуть сначала страну? Я не знаю, кто там из них, я не отслеживал, кто там потом вернулся, кто может там сидит, ждет у моря погоды. Как вообще это воспринимается в Раде? Как оценивается обществом? Что это значит? Общество, как это было в одном старом советском фильме, вовремя предать означает не предать, означает предвидеть. То есть эти люди предали свою страну, уехали к огромной радости всех украинцев, потому что вот буквально недавно в пятницу на одном из политических ток-шоу одного из лидеров этой партии, она называется ОПЗЖ, оппозиционный блок за жизнь. Такое причудливое название, это прорусская партия. Одного из лидеров этой партии стали избивать в прямом эфире телешоу под абсолютное одобрение и радостные, можно сказать, даже аплодисменты зрителей. У нас гуляет шутка, что уже пошел второй день, как не били Нестора Шуфрича, так зовут, это оппозиционная политика. Украинцы злорадствуют, украинцы понимают, теперь видят истинную природу вот этого всего сброда, которое называло себя элитой общества, мы понимаем им ценностей. Мы также хорошо видим и тех, кто остался, и тех, кто публично заявил, что он свою не покинет страну, например, как второй президент Украины Леонид Кучма, ну, так же, как и четвертый президент Украины, простите, пожалуйста, третий президент Украины Виктор Ющенко. Вообще, нам повезло, у нас уже шестой президент, за исключением пятого, который находится в России и осужден за государственную измену, все наши президенты живы, слава богу, первый, правда, не может еще оправиться от проблем с сердцем, но они живы, они в Киеве, и это главное. А олигархи, которые бегут при первой же возможности, в первую очередь, Ренат Ахметов, наш олигарх, номер один, мы всегда знали, что они трусы и подонки, лишний раз они подтвердили, что они трусы и подонки. То есть свою репутацию они умеют подтверждать, это очевидная вещь. Но это что касается все-таки внутреннего, а вот по ощущениям, насколько Россия сейчас готова, я не знаю, вот эти расклады, которые военные расклады, но наши аналитики, в том числе военные, достаточно авторитетные, говорили, что несмотря на вот это безумное количество войск, они не организованы, по крайней мере, на сегодняшний день так, чтобы начинать вторжение. Что вы на этот счет знаете ли или сможете сказать? Смотрите, что мы знаем о тактике российских оккупантов? Мы знаем следующие вещи. Они любят наступать и использовать для этого прокси-силы, армию безопознавательных знаков, зеленых человечек, так называемых, роль прокси-силы сейчас будет исполнять армия так называемых ЛНР и ДНР. На самом деле это будут российские военные, обычные ваньки, с которых снимут форму, снимут знаки отличия и отправят на убой. Это первое, что они будут делать. Второе, они таким же образом поставят технику военную без опознавательных знаков, как они это уже делали, поставив нам комплекс БУК, который сбил в небе над Донбассом в июле 2014 года Боинг малазийских авиалиний. Также они уже в 2014 году обстреливали Украину со своей территории. Это уже было. И вот эти все войска расположены вдоль наших границ, как раз и расположены там для того, чтобы делать провокации, вторгаться на метр и отступать, и обстреливать нас с территории, обстреливать не только территорию Донецка и Луганска, но и территорию остальной Украины, потому что Владимир Путин сказал в своем обращении, что кишит, дескать, наша страна националистическим элементом, который не подконтролен центральной власти. Террористы, то есть, да, еще, еще, сказал еще и исламские террористы где-то тут ходят. И они будут бомбить их. Да, и если при этом они снова расстреляют мирный город, как это уже было в 2015 году, когда залповые системы ГРАД, 90 ракет упали на мирный спящий Мариуполь в 9 утра в субботу. Вот это то, что они делали уже и точно будут делать сейчас. Нет ничего такого, что может их остановить. Только что Путин наплевал, просто наплевал в лицо абсолютно всем политикам, кто пытался урегулировать этот конфликт, всем европейским, американским. Вот этим вот своим предложением Владимир Путин только что просто вот даже сложно подобрать культурное слово. Нет, культурное здесь показал себя во всей красе, скажем так. Именно себя. Справлю малую нужду и в глазах. Скажем так. Именно себя показал, потому что мы прекрасно понимаем, что в той стране чье слово единственное слово закон. Все остальное это все антураж, несмотря на все эти разговоры там про силовой блок, либеральный блок и прочее, мы понимаем, кто там решает все. Ну, а мы в свою очередь тоже можем кое-что решить, а именно уйти ненадолго на перерыв, на несколько минут, а потом вернуться, и если будут у наших слушателей звонки, то мы охотно их примем. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цезарским. Возвращаемся в программу Игоря Цезарского. Телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. Вы, кстати, уже и первый звонок, если не возражаете. Да, не возражаю, пожалуйста. Слушаем вас. Говорите. У меня вопрос такой к вашему гостю из Украины. Слава Украине. Здоровья, Слава. И у меня такой вопрос. Когда у вас вот надо срочно решать, вы сказали РПЦ, это все пятая колонна. Когда у вас закроют границы, зачищат всю эту пятую колонну, то есть примут закон о коллаборации, это первое. А потом, когда примут закон об оружии, чтобы каждый справедливый украинец не взброет оружие на руках. Великая дякую за отказ. Константин, пожалуйста, есть комментарий. Смотрите, с оружием все хорошо, его на руках очень много после событий 2014 года. Понимаете, Украина все-таки хочет быть Европой. Хотя в генах у нас запорожская сич и казацтво, мы очень хотим быть цивилизованной страной. И у нас все хорошо с патриотизмом, у нас все хорошо с оружием, у нас оно есть. Что касается пятой колонны и коллаборации, давайте смотреть на вещи трезво. 20% нашего населения голосуют, я бы не сказал, что это про русские партии, это про советские партии, партии, которые видят будущее в прошлом, партии, которые за ностальгию, за колбаску по 2,20, плампир за 20 копеек, вот за это все. Электорат этих партий, как это нецинично звучит, со временем по природным причинам убывает. Поколение украинцев, которое выросло в свободной Украине, рожденной после 91-го года, не испытывает вообще никакой ностальгии к Советскому Союзу, в отличие от своих российских сверстников, где вот этой ностальгии их просто кормят с детства. Поэтому я думаю, что нам нужно время, мы по-прежнему каждый день расстаемся со своими иллюзиями, мы хотели быть мирным государством, абсолютно мирным, в первую очередь интегрированным внутри, потому что россияне говорят у нас гражданская война. Мы их спрашиваем, у нас гражданская война, кого с кем? Они говорят, ну вот вы же воюете против русскоязычного населения. Я же говорю, ну мы же с вами, вот смотрите, русскоязычное население живет в Харькове, в Одессе, в Днепре, в Херсоне, в Николаеве, в Киеве. Здесь почему-то гражданской войны нет, а в регионах, которые граничат с Россией, где стоит русский солдат Ванька, там почему-то гражданская война есть. Но как же это вот так получается? Украинцам очень сложно поверить в то, что происходит, потому что это было бы кому угодно сложно поверить. Это как поверить гражданам Америки, что их завоевывает Канада. Это же невозможно. Но мы сейчас переживаем невообразимое. То есть понятно, были горячие головы, которые говорили, что так и будет, но они были все-таки маргиналами. Мы сейчас живем в реальности невообразимого. И конечно мы выйдем из нее сильнее и разберемся и с коллаборантами, и с оружием, и со всем. Дай бог, у нас есть звонки, Сережа. Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Константин, что я хотела сказать, что вы должны уже не выходить, а выйти из этого положения, потому что Байден вас полностью сдал, подписав Риббентроповские соглашения, которые по его требованию не разглашаются. То есть я так думаю, что они уже Украину переделили, поделили, что там произошло, мы не знаем даже, к сожалению. И защищать, как они говорят, мы вас не будем, мы эти вот санкции ведем только при полномасштабном наступлении. Как вы понимаете, что Путин полномасштабное наступление совершать не будет, как вы сами сказали, а будет вот эта вот непонятная война с зелеными человечками и полномасштабном обстреле с российской стороны, так, чтобы вы не могли даже ответить, потому что стрелять будут с российской стороны. Вот. И вот хотелось бы знать еще, что знать. Был Мюнхенский саммит, был, и Зеленский что-то там рассказывал, потому что я слышала об этом саммите из путинского апологета, и он там стонал, вот Зеленский нес по руку, что Украина должна восстановить свой ядерный потенциал, создать какую-то там бомбу, я прошу прощения, все понятно, давайте уже Константин прокомментируем, что там все-таки было. Если вы не против. Константин, пожалуйста. Смотрите, Украина это та страна, за спиной народа которой невозможно ничего порешать. Смотрите, несколько раз в нашей истории люди пытались решать за нас. Началось все еще в 91-м году, когда Джордж Буш-старший приехал в Киев в июле 91-го года, выступил в Верховной Раде в Украине за месяц до распада Советского Союза и произнес так ставшую знаменитой Chicken Kiev Speech, речь, которую написала ему, кстати, Кондализа Райс. где он говорил, что Америка не признает независимость Украины. Америка вот оставайтесь в составе Союза и не мутите воду. Это было в июле. Мы проголосовали за свою независимость в августе, 24 августа, и Соединенные Штаты Америки не признавали Украину вплоть до декабря 91-го года, пока не были подписаны Беловежские соглашения. Только когда народ Украины вышел и сказал, что да, мы за независимость, нас признали. Когда в 2003 году у нас власти хотел прийти пророссийский ставленник Виктор Янукович и поменять наше движение в Европу, которое задекларировал первым наш второй президент Леонид Кучма и в НАТО, украинцы вышли на площадь, была оранжевая революция, мы не позволили с собой это сделать. Когда Виктор Янукович уже будучи президентом захотел этот фокус повторить в 2014 году, украинцы вышли на улицу и отстояли свое. Мы такая нация, власть которой не может ни о чем договариваться за нашей спиной. Поэтому если кто-то думает, что о чем-то с нашим президентом можно договориться, он ошибается. Наш президент достаточно скован в своих действиях. Он сделает только то, что ему позволит сделать украинский народ. А украинский народ хочет, чтобы война закончилась на украинских условиях. Точка. Что касается речи Зеленского, то главный ее посыл состоял в том, что в 1994 году Россия, Великобритания и США подписали с Украиной так называемый Будапештский меморандум. Это не международный договор, это такая как бы декларация о намерениях, где стороны подписанты обещались сделать следующее. В обмен на то, что Украина отказывается от своего ядерного оружия, все эти страны обещали не нападать на Украину, защищать ее территориальную целостность, оборонять Украину в случае внешней атаки на нее других государств. и со всей очевидностью этот меморандум показал свою абсолютную никчемность и тщету в 2014 году, когда одна из сторон подписантов, Россия, напала на нас, аннексировала Крым и Донбасс. Соответственно, наш президент посчитал, что этот договор нам развязывает руки и мы можем снова говорить о возвращении к ядерному статусу. Мы уже в нем. На самом деле Украина это ядерная держава, у нас 50% электроэнергии вырабатывается на атомных станциях, на станциях у нас работает 15 атомных энерговлоков советской конструкции типа ВВР. У нас в Украине именно в Харькове академик Ландау собственно расщепил атом, а в Днепр-Сдержинске тогдашнем, нынешнем Каменском, на Приднепровском химическом комбинате был обогащен Уран для первой советской атомной бомбы, второй и третий, то есть самой Кузькиной матерью. Поэтому компетенции у нас есть в стране, мы в состоянии, у нас есть все составляющие необходимые для создания ядерного оружия, в том числе средства доставки, ракеты, мы являемся державой, которая производит ракеты, обладает ракетными технологиями. Президент намекнул, что мы можем пойти по такому израильскому пути, и я не думаю, что какая-то из стран может нам возразить в нашем праве вернуться к вопросу отобретения ядерного оружия. Особенно учитывая страны подписанты Будапештского меморандума, тоже ядерные державы, Великобританию и Соединенные Штаты. У этих стран нет морального права на сегодняшний день запретить нам не заводить себе ядерное оружие. Хорошо, спасибо. У нас звонки еще, да, Сереж? Да, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Такой вопрос, гость, все идет по пройденному этапу, пока в Крыму было, скоро произойдет референдум, или как там, неважно в этом, ЛНР, ДНР, обращение к принятию в состав России и так далее. только непонятно в каких границах, существующих сейчас, или которые на карте были раньше Донецка и Луганских областей. То есть, это предположено, Об этом говорили же вроде бы, только в начале передачи, если вы слышали, Константин как раз об этом рассказывал. Я понимаю, вопрос у меня в другом. Может, нам стало время поменять Конституцию и пригласить войска США для миротворческих действий, как Сирия сделала это с Россией? Интересная мысль. Как вы считаете, Константин? Вы знаете, украинская Конституция никак не запрещает каким-либо войскам приходить в Украину. У нас с Конституцией был интересный момент. У нас в Конституции с 94-го года была статья о том, что Украина является нейтральным государством. Когда Генри Киссинджер предложил нам концепт финляндизации недавно, он сказал, что вы знаете, чтобы русские успокоились, будьте как Финляндия после Второй мировой, объявите о нейтралитете, дружите, будьте, станьте буферной зоной и будет вам счастье. Проблема в том, товарищ Киссинджер, что мы уже были нейтральным государством и как раз когда мы были нейтральным государством, на нас напала Россия. Это первое. Второе. Россия все-таки признавала суверенитет Финляндии, ее право на существование. Путин отказывает Украине вообще в субъектности. Путин утверждает, что нас быть не должно, мы один народ. У нас нет ни языка, ни культуры. Он написал об этом в своем бредовом абсолютно сочинении в прошлом году. И третий момент. Финляндия была полезна, потому что Советский Союз использовал Финляндию как внешне торгового агента. Через Финляндию в Советский Союз поступало то, что нынешнем жаргоне называется запрещеночка. То, что попадало под западные санкции. Как бы покупала Финляндия, перепродавала Советскому Союзу. И Украина в такой роли России тоже не нужна. Поэтому тот, кто говорит о финляндизации Украины, он человек абсолютно не разбирающийся в истории или провокатор, или человек, который желает просто вот что-то мыслит и вообще нечто несущественное, маленькое, несерьезное и так далее. Сейчас мы в Конституции закрепили пункт о том, что мы взяли курс на членство в НАТО и в Европейском Союзе. Мы убрали из Конституции пункт о том, чтобы у нас не должно быть иностранных военных баз. Иностранные военные базы могут существовать у нас в державе. И мы были бы очень счастливы пригласить армию Соединенных Штатов, но я не думаю, что она приедет. И более того, как это не цинично звучит, но мы вот все взрослеем и мы понимаем, что только украинцы будут на самом деле воевать за Украину. В этом никто не виноват, так устроен мир. Если мы будем воевать хорошо, нам будут помогать. Да, если есть еще звонки, то мы готовы. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Наш бывший президент очень сильно помогал Украине хотя бы тем, что он не допускал построить Путину вот этот поток, северный поток-2. и вот когда он обратился к вашему президенту, вашему президенту, то с просьбой о раскрытии тайного Байдена Хантре, то ваш президент как-то немовко отказался и еще вот наши, ваша украинская диаспора, которая находится у нас Соединенных Штатов, и они, подавшись пропаганде путинской агитпрома, говорили о том, что Байден придет и Украину спасет. Они очень были сильно настойно против Трампа, а вот в итоге оказалось, что вы оказались в таком тяжелом состоянии. Если был бы Трамп, то я не думаю, что эта ситуация сегодня возникла бы у вас. Как вы думаете? Спасибо. Интересное предположение, но тем не менее мы понимаем, что говорить о том, что было бы, если бы, но да, может быть и так. Что вы думаете, Константин? Знаете, я думаю, что скорее бы все-таки Дональд Трамп нас проиграл в карты, но есть один факт, который мне не очень хочется, я не эксперт и я не имею никакого права комментировать внутриамериканскую политику. Есть одно обстоятельство, крайне важное для нас, как для государства, это поддержка Украины двумя партиями в американском Сенате, то, что называется by partition support. Это не редко вокруг какой проблемы, насколько я понимаю, могут объединиться две конкурирующие американские партии. То, что они едины в поддержке Украины, это очень-очень хорошо для нас, это безусловная победа и нашей дипломатии, и нашей диаспоры, и это та вещь, которая позволяет нам маневрировать в американской политике, потому что благодаря нашим стараниям мы раскачивали этот маховик вокруг Северного потока-2, мы занимались лоббированием, мы встречались с Конгрессом, и мы используем вот эти вот возможности лоббирования между Конгрессом и администрацией для того, чтобы максимально увеличить свои шансы. Я думаю, что если мы сконцентрируемся исключительно на этом, на продвижении нашей адженды, это вот максимум того, что мы можем сделать. Мы не имеем права вмешиваться в внутренние дела США, США не имеют права вмешиваться в внутренние дела Украины, мы как государство, между которыми есть особый партнерский статус, Украина это не просто случайное государство, Украина это стратегический партнер Соединенных Штатов, у нас есть такой статус. Мы будем учиться строить взрослые, серьезные отношения и с каждым днем, с каждой новой поставкой оружия эти отношения становятся серьезнее и взрослее, потому что они показывают, что нам доверяют, в нас верят, что не рассматривают нас как failed state, а мы со своей стороны тоже не подводим, мы максимально находимся в режиме сотрудничества с Соединенными Штатами и пока что по ситуации на сегодня случаются те вещи, о которых говорили представители американской разведки. Они говорили об инсценировках военных, они происходят, они говорили о 16 числе, 16 числа записали видео об эвакуации, хотя в эфир оно вышло 18-го, они говорили, что Путин будет эскалировать, Путин эскалирует. У нас нет оснований считать, что нас разыгрывают сейчас или нам не верят, мы видим, что вот эта вот утечка разведданных, то, как они ведут себя сейчас, это гораздо лучше того, как они вели себя в 2014 году. Нам остается надеяться, что это те же самые люди, которые сегодня у власти были и тогда у власти и сегодня у нас, что они сделали выводы и работают как-то по-другому. Нам хочется в это верить. Но пока что жизнь показывает, что США правы, а Россия врет, Россия сливает страшную, то есть она не сливает дезинформацию, она сливает ложь. И этой лжи никто не верит. И никто ей не может просто верить. Потому что если вы послушали вот это обращение Путина, которое в лучших брежневских традициях длилось больше часа, слушать это невозможно. У меня уши скрутились в трубочку от повторения этого чудовищного нечеловеческого бреда, который просто невозможно в это поверить, что это все происходит. Хочется ущипнуть себя и проснуться. Человек несет просто откровенную ересь. И очень сложно понять, как на это реагировать. Мы реально имеем дело с маньяком, с больным воображением, абсолютно нездоровым настроением в отношении Украины. Человеком, который хочет нас уничтожить. И очевидно, что последнее, что мы должны сделать, это пытаться понять, простить загадочную русскую душу к чертям. Вот честно, не время. Да, ничего нет, про душу точно, про нашу политику в отношении Украины я бы мог, конечно, прокомментировать, но у нас просто немного времени, и есть звонки, мы лучше их примем. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте, Сережа, здравствуйте, Константин. Константин, ну, как земляк, я из Донецка, всю жизнь там прожил, все прекрасно знаю внутри, но я вам хочу сказать, проблема Украины одна, с точки зрения моего длительного опыта жизни в Америке. Вы слишком поверили в слово демократия и даже сегодня в нынешней ситуации. Все, что хотят, хочет наш президент и все, что сидит в Конгрессе и республиканцы и те, все хотят поставить на колени нашу бедную Украину. Вы пока не снимете очки розовые и не будете думать, что они партнеры, вы будете хорошо сражаться, а они будут вам помогать умирать. Вот такой вывод я, к сожалению, сделал после 35 лет жизни здесь. Я люблю Украину, я там вырос, я там учился, я жил, работал и прекрасно отслеживаю все. Я не знаю, сколько у вас там телевизионных станций, я не знаю, сколько у вас там свободы слова. Я только вижу на передаче Савика Шустера одних и тех же и его прославление СНН этой пропагандистской машины, которая отравляла пять лет. Пять лет президентства, Трампа отравляла жизнь американцев. Вот вы туда вникните. Тогда, может быть, вы что-то поменяете и что-то видно. Не так будете смотреть на нашу страну, в которой мы тоже что-то тут разбираемся. и у нас есть два опыта. Спасибо, извините вам, время вас поджимает у нас и поэтому мы... Ну, такой комментарий, Константин, понимаете, вопроса тут такого нет, но у нас есть свои каналы, которые в чистом виде, каналы пропаганды, причем Демпартии, это уже ни для кого не секрет, и вот наши многие слушатели, конечно, возмущены этой ситуацией, но это наше внутреннее, так сказать. Очень приятно встретить землякам, я об этом говорил, мы романтики в Украине, мы молодая нация, и наша борьба за независимость происходит вот здесь и сейчас, на самом деле, она не случилась 30 лет назад, мы вот воюем за свою независимость только теперь. Ну, тем не менее, как ни крути, у нас время подходит к концу, и поэтому, наверное, какой-то заключительный небольшой опять звонок, Сережа примем, но очень коротко, если можно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Очень коротко, потому что... Уважаемый Константин, к вам Запад предъявляет намного больше претензий, чем к себе. Они говорят, что у вас нет демократии, потому что страной управляют олигархи, хотя у нас это тоже управляют олигархи. Вот я хотела спросить, сможете ли вы стать на уровень Запада и стать на 10 голов лучше, отнять власть у олигархов? Спасибо. Константин, сможете расскажите? Конечно. Смотрите, украинская нация, когда ей что-то не нравится и уже печет, выходит на улицу и все меняет. С олигархами будет то же самое. Когда мы поймем, мы уже понимаем, что они тормоз на пути нашего развития и что эти люди, очень многие из них контролируются Россией. Вообще олигархи это порождение КГБ, с моей точки зрения. Многие из этих людей, знаете, когда были детьми, не мечтали быть миллионерами. Вообще. Так случилось. Поэтому и с деньгами они расстаются гораздо легче, чем среднестатистический миллионер. Наши олигархи это продукты истории. Они уйдут. Посмотрите на украинских, украинцев Silicon Valley, посмотрите на украинцев, которые развивают не олигархический бизнес, которые строят большие компании, которые выходят на рынки. За этим, собственно, будущее, а за олигархами прошлое. Они просто эксплуатируют старое ржавое советское железо, которое изживет себя уже очень скоро. И дай бог, чтобы у нас в следующий раз были встречи более оптимистического характера. Мы поговорили вот именно о таких украинцах, которые делают новую историю. А пока напомню, что с нами был Константин Батовский. Это политолог из Украины, из Киева, из Донецка. И я думаю, что эта встреча каким-то образом что-то полезное для вас принесла. Спасибо всем, кто слушал. До новых встреч. Константин. Спасибо большое. Продолжение следует...